всем привет на канале sound illumination сегодня на обзоре мой ножик которыми уже пользуюсь на протяжении года это нож фирмы gerber модель называется remix tactical вот нож позиционируется как нож для повседневного применения для повседневных каких-то задач где нужно конкретно ножом там что-то делать то есть там что-то нарезать может что-то там перерезать где-то там заточить какую-то там деревяшку там разрезать какую-то ткань и все остальное подковырнуть это что-то может быть вот этот нож вам очень хорошо с этими задачами справляется вот нож продается вот таком от блистере ничего примечательного нету был вот таком полу открытом состоянии чтобы можно было увидеть его лезвие полностью не вынимая из упаковки вот и кончик лезвия был защищен вот такой вот ну там вот такой вот тут ее нету заглушечка такая была резиновая вот ну тут нам на упаковке все видно фирма гербер там модель там все остальное здесь вот типа указано что по пожизненная гарантия не знаю так это или нет нашем регионе наверно вряд ли это пожизненная гарантия действует но тем не менее это уже есть это хорошо вот на обратной стороне есть его характеристики то есть длина длина там ножа длина там в открытом состоянии закатом состоянии и так длина ножа в общем отсюда вот отсюда 199 и 6 миллиметра длина закрытом состоянии ножа вот в таком вот состоянии 1234 миллиметра и самого лезвия длина 76 и 2 миллиметра вот вес 130 грамм клинок выполнен из высокоуглеродистой стали с примесями молибдена хрома и ванадия то есть как указано здесь марком стали это 7 хром 17 молибден ванадий вот это сталь довольно таки не неплохо устойчива к механическим каким-то повреждениям устойчива к коррозии соответственно хорошо держит заточку и принципе отлично справляется со своими задачами вот что еще указано что есть на самой рукоятке вот накладки из прочного легкого пластика марки g10 как-то так ну и там общее там вот вид там ножа такой схематический основные там технологии которые применены в этом ножи и все остальное вот перейдем к рассмотрению непосредственно ножа и так вот так вот он выглядит закрытом состоянии вот вот так вот он выглядит в открытом состоянии как видно сразу лезвие имеет форму танта то есть американская танта вот именно из-за это вот из-за этой вот формы конкретно отбрал этот нож потому что очень понравилось именно этот танта она позволяет как вот так вот резать ножом так и вот так вот что-то резать как бы грубо говоря вот вам надо что-то вот берете и нормально можно нарезать можно вот так вот там какую-то колбасу порезать или там какую-то ветку наточить вот плюс есть сериатор я думаю что все знают для чего сериатор там может быть что-то там отпилить какую-то веточку может быть там разрезать хорошо ткани работает особенно там какие-то канатики там какие-то паракорд разрезать вот хорошо работает вот с такими материалами вот на лезвие есть шпенек вот такой вот выступ что позволяет во первых извлекать его одной рукой извлекать ложить складывать одной рукой вот плюс удобно пользоваться ножом при резке то есть для того чтобы пальцем вот можно было упереться не просто там в лезвие вот именно этот шпенек намного удобней что так вот что вот так вот можно хорошо упор взять хорошо хватит ножом и точно работать лезвие покрыто антибликовым покрытием таким вот что придает довольно таки оригинальный вид маленький единственно может быть минус может быть придирка что если там вы там не профи какой-то супер там на точке ножа или там вообще там при работе ножом чуть-чуть подтирать это покрытие как вот видно чуть-чуть подтирается и где-то там оголяется там сама по себе сталь но может быть наоборот это плюс потому что дает такой дополнительно брутальный такой вид вот вот по поводу самой по себе рукоятки ножа самое главное вообще примечательность этого этой модели непосредственно рукоятки это вот такое вот огромное кольцо дырка такая вот она не просто-то декоративная у нее есть свое предназначение функциональное то есть это для того чтобы сюда продевать вот палец указательный и это существенно улучшает хват ножа само по себе при работе вот какие-то там сложных работах намного лучше работать вот когда вот есть такая когда вот так вот задет палец плюс предохраняет вот опять же таки при каких-то тяжелых работах соскальзывание руки ну и соответственно повреждение руки вот если соскользнет вот так вот у вас рука никак не соскользнет какой еще плюс если этот нож применять при самообороне ну вдруг всяко бывает там всякие ситуации в жизни бывают если вы будете нож допустим удерживать вот так вот пальцем что еще прикольно что его можно вот так вот удерживать это же очень удобный хват это же есть фиксация пальцем самой по себе рукоятки этот нож у вас руки никак не выбьют то есть даже если вы его просто достанете будет там говорить не подходи там не надо там все остальное допустим а кто-то сзади обойдет и постарается нож выбить или выхватить но никак это не смотрю не получится потому что даже если вы не будете ожидать и расслабить чуть руку все равно вот зацепиться вы вот там перехватить и все будет нормально по поводу отверстия в принципе все что дальше видно еще есть там три таких вот дырочки не просто они декоративные плюс еще они облегчают чуть-чуть сам по себе вес ножа форма замка здесь это лайнер блок замок который вот удерживает нож в открытом положении удерживает нож в закрытом положении надежно что в том нож не будет самостоятельно открываться что в этом надежно удерживает вот скажем так самый простой и самый надежный именно замок вот ну и соответственно как уже показывают удобно работать с таким замком одной рукой что касается материала еще раз повторюсь это же 10 накладок то есть сам по себе вот видно сталь есть и сверху сталь вот такие вот накладки с этого пластика прочного чем хорошо что он во первых легкий то есть не придает сильно большого веса ножу во вторых прочный вот такие сделаны насечки такие в виде карбона как то так и очень хорошо придает шероховатости рукоятке ножа соответственно рука на ноже не скользит то есть нормальный зацеп идет хорошо нормально удерживается даже если рука вспотеет не соскользнет потому что вот эта шершавость довольно таки глубокая и в принципе очень довольно таки комфортно работать даже мокрыми руками вот ну и конечно же конечно же еще раз добавляет прикольный вид такой вот ножу кстати есть отверстие для тепляка вот темлячок вот у меня такой повешен в виде ниндзюка такого вот вот так вот будет лучше видно если кому-то будет интересно как я его там сделал сплел то пишите в комментариях сниму видео отдельно расскажу покажу вот и что еще есть на рукоятке это конечно же клипса тоже хотелось бы обратить внимание клипса очень удобная то есть не мешает там удержанию ножа нигде там ничего не упирается нигде-то не натирает не мешает дискомфорта не создает то же самое время она есть вот и довольно таки хорошо крепит нож к какой-то там поверхности вот там если хотите зацепить очень хорошо крепит очень хорошо удерживает нож проверено на протяжении года чего я так говорю уверенно потому что до этого у меня был нож другой фирмы фирмы Бёрд дочерняя фирма именитой компанией спайдерка вот фирма Бёрд у нее модель такая кара-кара 2 тоже такой неплохой нож не сильно дорогой но удобный и там тоже хорошая сталь и сам по себе такой прикольно вылетящий но там вот была клипса которая очень слабенькая была вот так вот вроде она тоже там есть удерживает все но в один прекрасный день я ее зацепил там за сумку там в попыхах там забыл сумку закрыть вот где-то что-то там ходил домой пришел и ножа там уже в сумке этой не было то есть успешно я этот нож потерял из-за этой вот клипсы вот ну понятно что из-за невнимательности но и вот клипса то есть не подстраховала она здесь же такого не случится потому что клипса очень хорошо удерживает соответственно то же самое если вы нож там положите карман там штанов прижмете клипсой то где-то там будете бежать или прыгать он не слетит не выпадет вот так в принципе по ножу все чтобы хотелось еще сказать в конце подведя итоги от общего впечатления от этого ножа от его использования на протяжении года в принципе я ножом очень доволен вот именно уверенно его рекомендую всем может быть есть маленький минус что такие такой нож вот к нему надо привыкнуть нестандартная такая у него форма нестандартная вот рукоятка там все остальное но вот я к нему привык и вот он мне очень нравится ну просто очень нравится честно говоря я там не какой-то нажиман не знаю конечно я себя там использую какой-то другой нож там может быть там мне там другие люди скажут там фанаты какой-то там спайдерки что ты просто не пробовал другой нож потому за это так говоришь может быть и так вот но то что я использовал то с чем мне можно сравнить то этот нож мне очень нравится и в принципе вообще не жалею что я его купил стоит он ну в среднем так недорого и недешево ну больше там тысячи гривен там где-то 1200-1400 смотря в каком магазине будете его заказывать по минусам по плюсам по общему там впечатлению то есть вот эта вот удобность говорю такая индивидуальная штука я в принципе к нему привык и мне очень удобно кому-то может он не подойдет это чисто индивидуальная тема второй момент это что хотелось бы сказать по поводу открытия-закрытия некоторые говорили в основном американский обзор на этот нож есть и когда я его покупал на русском ни одного не было но вот те что я смотрел там американские там обзоры разные то все там ругали там очень сильно этот нож что вот у него очень туго ходит это лезвие как бы очень там туго и вот они все прям за это все там говорили вот прям все я же могу сказать уверенно что отлично нож ходит не сильно туго но не сильно там легко соответственно вот так вот он летать у вас не будет как вы видите нормально держится то же самое время нормально можно работать одной рукой переводить его в положение открытое-закрытое без всяких проблем вообще без всяких проблем нормально плавненько ходит отлично нигде ничего поначалу да может быть чуть-чуть дуговасе чем сейчас но разработался и вообще никаких проблем что еще хотел сказать что вот что в открытом состоянии что в закрытом состоянии никаких люфтов нигде ничего там не шатается ничего не тарахтит все хорошо качественно сделано плотно подогнано вот в таком вот состоянии ну понятно такое есть там этот вот таком вот состоянии тоже ничего не люфтит вот этому тоже ничего там нигде ничего не шатается не стучит не звенит нормально там удерживается вот и в принципе как бы все отлично качество на уровне это повторюсь уже после водоиспользования как видите никакого износа абсолютно нету вот может быть единственный минус может быть придирка какой бы хотелось бы сказать в этом обзоре это вот то что я честно говоря не знаю как он разбирается то есть хотелось бы может быть его там разобрать почистить внутри иногда я люблю чтобы там мои там вещи были чистые там ухоженные вот смазать там как-то все остальное вот но здесь вот непонятно как потому что вот тут вот оно заведено под это кольцо а вот как это кольцо снимается непонятно честно говоря это не болтик это просто какие-то отверстия и как оно снимается непонятно оно под ним тут то понятно что вот эти вот надо раскрутить винтики и тут оно освободится а как вот здесь я не знаю честно говоря может быть здесь как-то надо там силой как-то там снимать а как оно потом наденется нормально вот ну просто в трех словах вот это вот может быть единственный минус ножа что непонятно как его разобрать чтобы там обслуживать там изнутри Почистить Посмазывать Чтобы не запускать Его как-то так Может быть еще какой минус есть Что сама по себе Ну это придирка больше Сама по себе Форма Лезвия То есть довольно Классная и удобная И все остальное Но Есть еще одно маленькое но То что не так просто его заточить И вывести вот эти вот углы Вот эти вот углы там ровненько Так как он был изначально Вот я вот его точу сам И может быть где-то уже Трошки там Страта как говорится Вот Не профессионал как умею так и точу Вот может быть там профики Какие-то там в принципе Никаких проблем с этим не было У меня там есть Вопросы там возникают в этом плане Хотелось бы чтобы там нормально Выведен был угол Вот Ну Тут надо набивать И набивать еще руку Скажем так Просто там если Точите ножи То тут будет тяжеловато Вот Ну потяжелее чем с обычным ножом Со стандартным То есть заточка Лезвия Вот такие вот дела Что хотелось бы сказать в конце Еще раз повторюсь Я не какой-то там Ножеман У меня нету там сумасшедшей коллекции Ножей Там я там ими там не флипую Вот эти все моменты Там Как-то Сегодня один Завтра другой Нож понедельник Нож суббота Нет У меня такого нету Мне просто надо был Качественный Нормальный нож Для повседневных задач В принципе Я его и получил И соответственно Может быть обзор Там не профессионально Как-то сделал Там Не по-нажимановски Так Скажем так Потому заранее Приношу извинения Вот Кому этот обзор Не подошел Там не профессиональный Показался Как мог Так и рассказал Надеюсь Кому-то помог Там в выборе Своего какого-то Спутника Повседневного Для таких вот задач Если будут Какие-то вопросы По поводу ножа По поводу его Использования Может быть Что-то там Забыл рассказать Или там Просто что-то Там заинтересовало Там Даже если Может быть Захотите Какой-то тест Там провести Пишите в комментариях Постараюсь На все вопросы Ответить Если надо Будет Сниму еще одно Видео Там Покажу Расскажу Как он там Через еще один год Там себя почувствовал В общем Пишите в комментариях Подписывайтесь На этот канал Спасибо вам большое За просмотр И до новых встреч На канале Sound Illumination Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok